привет друзья мы с вами находимся стрелково-охотничьим и охотничьим военно-охотничьим стрелковом клубе на стендовой стрельбе но однако сегодня мы сюда приехали совсем не для того чтобы стрелять по тарелкам а за еще более интересным занятием вот мой напарник коллега по охоте илюха приобрел себе до приобрел себе мурку а именно и мр-155 это ружье которую все ждали продолжение мр-153 и у нас с вами сегодня такой будет обзорчик экспромтный обзор мы сейчас немножко о нем расскажем то есть илья расскажет вообще свои впечатления о нем почему он к нему пришел и взял именно и мр-ку почему именно 5 зарядник и далее пойдем с вами в трубу чтобы пристрелять посмотреть как что из него летит я о патронах вам отдельно расскажу какими будем стрелять пулевыми ну и такой будет экспресс сравнение с моим турка мармса на 612 хотя в принципе как можно сравнивать москвич 41 и mercedes я не понимаю но да ну уж ладно уж и если так то придется сравнить несравнимое почему пятизарядку выбрал я знаю что это у тебя не первое ружье есть еще двустволкой и что же да почему взял именно пятизарядку второе ружье с вами да юр в этом году принял решение покупать многозарядку исходя из того что по опыту использования двустволки иногда дух выстрелов может не хватить как и для кота по пернатой дичи там и утки и гуся так и добывая шустрого зайчика поэтому когда то есть в принципе это классическая охота на утку лето осень гусь понятное дело да и иногда заяц вот как заяц как ты видел да когда мы ездили на это крайне охота была уже у меня на зайца когда я по русаку четыре раза стрелял каким из них попал да я не знаю но тем не менее двух бы мне не хватило вот как я понял и уже он бы ушел либо это был бы подранок все-таки четыре но все-таки четыре выстрела это не два поэтому в принципе и на зайца иногда особенно для начинающих вот не очень опытных охотников я считаю тоже оправданно именно 55 пяти зарядка но больше по перу по перу больше к перу ну по перу смысле не по рябчику по рябчику вообще один выстрел там или потерь утки уткам гусь на понимаю что когда мы будем старшими коллегами охотниками охотиться у кого-то будет пяти зарядка у тебя 5 зарядка шансов больше шансы они будут собирать красивые трофеи нет бывало я тебе больше скажу бывало и вам скажу друзья когда стая налетает или неожиданно она просто налетает а там штук 40 ты просто начинаешь полить а потом как у тебя уже зато может быть банально ждать весь вечер она может налететь один два раза за вечер и за вечер и будет обидно что-то не успел свою добычу да вот поэтому исходя из этого приняло решение покупки хорошо тогда к тебе следующий вопрос почему ты выбрал именно отечественного производителя именно 155 хотя почему 155 я понимаю другого варианта собственно не было знать на российской причем присутствует два вида ружья отечественного газотводного это либо мр-ка 155 либо бикоса не на 153 еще ну 153 уже не производится ну да ну все за либо 155 либо бикоса я-то в этих этого мне-то чего у тебя же москвич 41 да ну ты в принципе а ты вот так вот решил ну да смотри-ка вот нет а почему собственно именно вообще отечественной почему ты не взял вот допустим того же турком все здесь банально цена вопроса цена вопроса оружие честно цена опроса здесь просто порядка десяти тысяч разницы да 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 то есть вот твой турок в магазине 30 до 710 на столом а 30 4 35 тысяч рублей тысяч рублей да вот это оружие стоит 23 623 копейками ну в общем практически в 10 отрезал он в классе да это аргумент друзья поэтому как бы для тех кто ограничен в средствах 155 марка это вполне достойный себе выбор но а его достоинствах и также недостатках может каких-то мы с вами еще пообщаемся у меня к тебе такой вопрос вот мы узнаем они сегодня даже даже сегодня посмотрим потому что она до этого не стреляла то есть мы сегодня вообще первый раз вот прямо из коробки она практически у тебя из коробки сняли заводской вазелин вазелин сняла мыли калоши в бензине но все как получили как по учебнику и сегодня чувствовали по его особенностям мы еще немножечко поговорим чуть подробнее хотя роликов уже обзора о нем снято будь здоров у нас такой более практическое сегодня его будет обзор вот и люк у меня к тебе вопрос как раз о практичности почему ты взял именно в пластике это знаю почему расскажи может быть кто-то не очень понимает дерево там да почему первое ружье 27 лишь в дереве то есть после каждой это у тебя вертикал текал когда после каждой стрельбы прихожу помимо того что чищу я еще протираю и при столе потом последствий надо ли на маслом протираю и приклад ну чтобы дерево сохранить и когда видел первую трещинку на нем я трещу все все уже 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 трещинка я уже переживаю морально морально стресс переживаю морально морально начал изнашиваться поэтому все понятно то есть чисто практически из практических соображений обрали что уход за пластиком занимает меньше времени чем за деревом я принял решение тем более дерево уже да ну и потом мы по лесу же когда бы выходим туда-сюда особенно куда-то если там на загонах в кузов где-то это все трется естественно потом каждую какую трещинку или царапинку ты за нее трясешься на этом орехе и в общем переживаешь да чисто практически соображение ребят у меня тоже значит ну кто уже видел обзор моего турка посмотрите на канале я выложил ссылочку я дам в описании тоже абсолютно ну пластик это в композитные материалы так скажем да они какие-то полимерные композитные материалы они имеют очень высокую ну степень защиты скажем от внешних воздействий дождь снег и так далее плюс ко всему да они очень износостойки по крайней мере я абсолютно тоже не трясусь за то что там где-то чего-то поцарапается так теперь илюша у меня к тебе следующий вопрос касаемо его параметров в принципе как бы я так понимаю что ты взял также 710 ствол как и я расскажи почему я чтобы ребята тоже понимали есть там укороченные стволы 640 да по моему как я помню даже ли 602 нравится с 660-ми столами и 750 столом а натурка еще есть 810 ствол это совсем длинный гусиный супер где-то на кислороде понимаю что кроме как охоты из-за ситки мы еще ходим на ходу ходовую и потому же зайцу с точки зрения преодоления болот через леса на мой взгляд самый практичный ствол который можно использовать и для ходовой охоты и для да то есть я тоже считаю что 710 это универсальный ствол вообще принципе для любого вида охоты в том числе и для загонов кстати где в принципе и 660 бы хватило но опять же перо до имеется ввиду тот же гусь потянет 710 универсальный ствол я так абсолютно такой с таким же стволом правда справедливости ради надо сказать что вот у армса на 612 диаметру ствола удульного среза 18 3 миллиметра а у армса у мрки 18 до 18 4 то есть это говорит о том что не все по патроны вот мы сейчас будем пробовать до пулевые патроны мы взяли могут полететь одинаково тут вот эти даже вот эти вот какие-то десятые доли они тоже имеют свою разницу но это мы с вами в трубе все потом посмотрим будем смотрите особенности для самокручек очень большое значение имеет то есть подбирать надо навеску если ты сам снаряжаешь боеприпасы под свой ствол согласен то есть как у нас в частности если подберу подберу навеску для тебя или для себя он будет работать не да 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 но абсолютно верно то есть свой боеприпас вообще нужно подбирать под каждое конкретное ружье что касаемо именно разницы отличий от 153 буквально не я вам несколько слов должен сказать они значительно ее облегчили то есть вот вес мр-155 и составляет три килограмма внутри 100 если совсем точнее быть турок кстати три килограмма ровно то есть они весят примерно одинаково что не скажешь а 153 она была тяжелый ну да да различишь тут то есть это человеческому она у меня вообще не заряжен ну-ка дай-ка поэтому твоя даже нет нет у меня не заряд кстати отведи мы же на стрелковом отведи затвор вот да в принципе в принципе они за счет того что сузили саму ствольную коробку у мр-155 вес также снизился также цевь и я вот знаю что на 153 она такое массивное здоровое цевь и здесь они это цевь и сделали более такое ну компактных размеров так скажем она не так выступает сексуально да есть такой вообще ребят надо стоит отметить что красивая очень красивая то есть вот смотрите затвор такой вот стальной прям да ну нет нет есть такие штучки которые мне в принципе вот в турке ну может быть здесь бы тоже стальной затвор не помешал ну красота в принципе илюш несколько слов о комплектации когда значит его из коробки открыл что там было вообще комплекте я принес домой в комплекте там находились сменные дольные сужения сколько что штуки аж аж уме у меня целых пять насколько я помню у меня есть еще там сужение с напором всякие там 075 какие-то когда я никогда не кое-каком метации это 3 единичка 05 получок и цилиндр и цилиндр и нулевой нулевой да 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 это для калиберных пуль если кто-то в мр-27 я покупал тоже со сменными дольными насадками у меня тоже был чок-паучок и цилиндр с напором то есть что объяснил продавец это вот что на заводе положили то они это ну вот всегда в принципе друзья всегда если вдруг вам специфическая какая-то охота на какую-то может очень маленькую птичку или наоборот на что-то очень крупное вам не хватает каких-то этих насадок их можно докупить так что там еще лежала также ну ключ понятно для смены он же до ключ для смены он же ключ для регулировки газового механизма то есть а что там регулировать регулируется газа механизм под его более легкую навеску либо более тяжелые а вот так я пока эти заводские настройки не лес не лес оставил штатных пока там штатная в этом не особо потому что вот у турка у армсон а 600 12 такого в принципе нету друзья то есть тут он универсальный что для магнума что для обычных зарядов то есть поршень одинаково ничего регулировать здесь не надо вот как здесь но это лишь посмотрим да ты еще посмотрим что полетит нам еще предстоит нам еще предстоит охотничьей сезона и будем по мере эксплуатации регулировать либо не может и не будем регулировать подайте сейчас я отдельный вопрос к илье как ты его вообще выбирал в магазине как-то там со стволами с этими смотрел какое количество брака этих стволов вот расскажи мне тоже интересно данное ружье выбирал в одном из известных магазинов московской области это где находится который находится в городе климовске то есть продается носят по три ружья у них такое правило то есть трех единиц оружие не выносит вот так первый ружье естественно началось а если ты его зайдешь и выйдешь как бы оттуда есть специально обученные охранники охранники а ты в другой день заходи выходите а или они тебе те же и вынесут да то есть первый раз я вообще мы пришли друга выбирать ему оружие а он выбирал нарезняк вот но у меня лицензия была с собой на приобретение голсоствольного ты решил за компанию да я решил за компанию заодно посмотреть все когда взял эмарку 155 соответственно начал сразу же вкладку посмотрел а нам надо да так я тоже попробую ну да ты говори говори не легло достаточно хорошо ты знаешь а мне вот у меня руки короткие но я я-то это тоже резал немножко но нет в принципе да нет тебе нормально вот вот у меня вещь у меня вот 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 этот самый поэтому затыльник я убирал у себя длина сустава видео меньше да 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 вот все все ложится ну то есть ты ее взял она у тебя показалось прикладистой показалось прикладистая поэтому что посмотреть что есть в наличии на стволы первое стол мне не понравился мне не понравился чем он то есть я как по классике по учебнику взял некапсулированную гильзу вложил а вот тогда он не посмотрел и теневые кольца и же газотвод там есть одно теневое кольцо она уходит вниз там где отверстие под газотвод ну да 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 вот но первый стол уходил вправо и вверх кроме вот этого вот по этим кольца по кольцам то есть внутри я сейчас поясню к тем кто не знает внутри ствола и эти самые теневые кольца вот и геометрия должна быть идеально ровной то есть они должны идти равными такими без всяких уходов кроме этого еще должен быть правильно посажен чок на заводе так это мы проверим же только при стрельбе да 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 визуально даже вот если первый стол взял уходил вправо немножко вверх 2 вернули мне я первым брал на посмотреть его вернул принесли 3 единицы да все три мне мне понравились и только вот вторая партия из 3 первое ружье ты их уговорил принести еще нет это не уговорил у них есть свободное время не продавцы понятно тебя есть люди когда решили и суди которые смотрят по действий с оружия по 3 так я больше скажу я смотрел один обзор мужик рассказывал он очень был рад что у него наконец-то появилась была смучная мэрка 155 но он там упомянул что из 10 из 10 стволов которые он посмотрел он только одно и один единственный ствол нашел прямой это более-менее насколько я понял то все ровный хотя он показал там идеально ровный ствол то есть из 10 стволов по сути илюш получается что ты выбираешь не саму вот ружью а именно ствол да то есть если я из 10 выбрал там два с нормальным столом дальше я смотрю на внешний вид дальше смотрю как он собирается да если он собирается легко если перри перезаряжение какие-то там посторонних звуков значит уже подогнано и она доводилась и можно его уже приобретать то все притрется это шижмаш у меня-то вообще какие там теневые я первое взял но идеальные просто кольца но ребят ну не даже понятно если так сравнивать да и но смотрите я например по своему турку могу сказать так вот здесь мне цевьё больше нравится чем в мэрке в мэрке она какой-то вот знаете отдает пластмассой что ли то есть не прям чувствуешь пластмасса да то есть какой-то пластмассы тут она все-таки у турка более как то что ли прорезинена что обеспечивает надежное удержание хвата при этом допустим влажно влажной погоде там когда цевьё намокло то здесь вот все таки в этом плане какой-то более дешманский пластик вот я смотрю но это объективно илюш материалы они здесь отличаются что у цевья что у приклада что даже у ствольной коробки по стволам также вот у мэрке у нее ствол такой глянцевый идет а у турка он но это даже я буду это воронен это карбон или карбон у нее какой-то напыление нет это не как арбону нет по моему там другой карбон он там как вот как карбон сделан сеточкой такой нет нет это именно композит да он я не помню как точно называется это вот не воронение в таком понимании она какой-то то ли резиновая то ли в общем как бы все его щупают все не могут понять что это такое она даже как-то вот так оттирается ну в общем матовая матовая здесь глянец это из таких отличий ну есть какие-то технологические особенности там по поводу стопора магазина здесь он такой тут такой значит что касается затвора здесь он вот такой вот стальной да и этот самый лоточек за защелкал вот этот ну лоточек сам тоже цветной в остальном еще я слышал ребята некоторые жаловались на то что вот этот предохранитель он выступает на 2 миллиметра и при стрельбе палец как бы до попадая на может урок да может его включить то есть вот неудобно чего не скажешь о турке у него очень короткий такой предохранитель который никак вообще не мешает и никак не задевает ну то есть нет ну понятно что все-таки это база бенели а это и жмаш то есть какие-то все-таки особенности ну и цена вопроса ребят поэтому мы не то что их как бы прямо сравниваем дотошно и там говорим что лучше что хуже нет абсолютно потому что разная ценовая категория немножко разный подход но какие-то мелочи они их вам нужно знать может у кого-то даже есть как бы в голове мысли о том что выбрать вы ему турка там а 612 или вот мр-155 они колеблется может быть из этого такого экспромт обзора мнение сформируется окончательно и хотел еще добавить что здесь под прицельным приспособлением предусмотрено крепление типа ласточкин хвост да да в принципе нет это я уже ставил отдельно это конечно отдельно планка вивера они кстати тоже очень подробно у меня на канале выложена уже смотри-ка посолькой все весна потихоньку нам приходит да вот хотя снега еще на валом эту планку ставил отдельно подробнейшие обзор они как она ставилась ну в принципе не как она ставилась она ставилась естественно оружейным мастером токарем и так далее а также такой же ластохвост как и у тебя абсолютно просто ставил я ее не только для коллиматора потому что есть коллиматоры под ласточкин хвост а еще и для ночника что тоже у меня подробнейше на канале вы найдете как как поставить ночник в принципе идентична турку ставится все это хозяйство и на и мерки и на 155 и на 133 единственное что здесь планка ствольная коробка она чуть длиннее поэтому и ласточкин хвост длиннее ну и планку от тика t3 взял а здесь она будет просто короче собственно вот что касается каких-то отличий но это уже все доработки прицельные приспособления коллиматор все это доработки воде в идеале он в принципе вот такой вот как завода то же самое планочка с мушкой ну что ж я не знаю есть еще тебе что-то может о нем сказать вообще впечатление твои ну доволен вообще ну только эксплуатация покажет только эксплуатация визуально это довольно таки приятная ружбайка да 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 есть информация простой рабочий аппарат форма что даст довольно таки надежное оружие и единственное что сейчас хотел бы добавить что в инструкцию по эксплуатации сказано что первые 200 выстрелов рекомендуется делать с нарезкой полумагнум то есть 36 граммов из пулевых патронов пристреливаем пулевыми патронами это подкалиберные пули значит взяли поле в 6 поле в 630 сколько 33 грамм 33 грамм причем фабрика мне неизвестно и люхи тоже мы по это не искаем до куда-то заехали в ближайший что тормак взяли вот кировский завод но посмотрим что там порах там на скорых суммарше сунар мы подробнее расскажем потом рекорд кстати вот рекорд деде шманский абсолютно пулевые патроны но город многие очень хвалят и летят из моего турка не летят или стрела рекорд до рекорд ну стра пуля я сказал а все извиняюсь и значит еще у меня в оландии фетерские патроны заводские это калибер на либер надо я тоже хочу попробовать они меня замечательно летели и зажига к до его из этой ты из 27 да ну вот в принципе все дальше еще значит по вы выстрелу тройкой дробью чтобы в 100-дольную мишень чтобы посмотреть сколько из него прилетело именно по количеству дробин чтобы сравнить с нормой попробуем сравнить кучность с нормой вот этого ружья и и да и моего армсона ну то есть вот это уже такие будут сравнительные характеристики а так в основном цель все-таки понять что из и мэрки лучше летит что куда прилетает низит где-то высит не высит в общем все это покажет только стрельба ребята предлагаю вам отправиться в трубу на пристрелку ну и сравнительные характеристики пойдемте